Здравствуйте! Нам нужно найти производную этой функции, этого определенного интеграла. Мы должны выяснить, чему равно f' от х. Опять-таки, похоже на то, что нужно будет применить теорему о производной интеграла с переменным верхним пределом. Мы знаем, что производная интеграла с переменным верхним пределом равна подинтегральной функции от переменной в верхнем пределе. Но в нашем случае и верхние, и нижние пределы представляют собой функции от х. А мы можем воспользоваться теоремой в том случае, если только верхний предел переменной равен ху или ху в квадрате. Пример с х в квадрате мы рассматривали на одном из прошлых уроков. Тогда мы еще применяли правило дифференцирования сложной функции. Что будем делать? Сначала нужно понять, что представляет собой вот такой интеграл. Обозначим подинтегральную функцию через f . И давайте построим график этой функции на интервале от т равного х до т равного х в квадрате. Проводим оси. Это ось у, а это ось т. И предположим, график функции f выглядит вот так. Это приблизительный график. Как точно он выглядит, я сказать не могу. И нас интересует интервал от х до х в квадрате. Предположим, здесь у нас будет х. Это нижний предел интегрирования. Конечно, мы не знаем наверняка, что из них будет меньше. Но давайте предположим, что х. И теперь давайте отметим еще верхний предел интегрирования, который равен х в квадрате. Значит, полностью этот интеграл представляет собой площадь всей этой криволинейной трапеции. Я предлагаю еще отметить точку С. С – это некая константа. Предположим, в этой точке значение t равно с. Мы можем разбить эту криволинейную трапецию на две части. С – это, так сказать, раздельники. Теперь площадь нашей криволинейной трапеции мы можем записать в виде суммы двух интегралов. Один интеграл представляет собой площадь этой части трапеции, а второй интеграл представляет собой площадь этой части трапеции. С – это какая-то константа, которая находится в интервале между х и х в квадрате. Как мы представим площадь этой части криволинейной трапеции? Площадь всей трапеции будет равна сумме этих двух частей. Площадь первой части трапеции мы запишем как определенный интеграл от х до с от функции cos t делить на t по dt. И к этому интегралу нам нужно еще прибавить площадь второй части трапеции. В результате мы получим площадь всей криволинейной трапеции. Значит, плюс определенный интеграл от с до х в квадрате от функции cos t делить на t по dt. Второй интеграл получился такого вида. Если мы знаем, как применить правила дифференцирования сложной функции, мы сможем применить и теорему производной интеграла с переменным верхним пределом. Да и первый интеграл имеет почти такой век, к которому можно применить эту теорему. Нам нужно просто поменять пределы интегрирования местами. Нам нужен интеграл с переменным верхним, а не нижним пределом. А нам известно, что происходит, когда пределы интегрирования меняются местами. Перед интегралом появляется знак минус. Это то же самое, что и минус определенный интеграл от с до х от функции cos t делить на t по dt, плюс определенный интеграл от с до х в квадрате от функции cos t делить на t по dt. Мы всего лишь немного преобразовали первоначальный интеграл. Теперь можно применить и теорему производной интеграла с переменным верхним пределом. Итак, f' будет равно минус производной этого интеграла, а это будет минус cos х делить на х. Снова повторюсь, что мы всего лишь воспользовались теоремой о производной интеграла с переменным верхним пределом. Плюс… сначала мы записываем производную всего интеграла по промежуточному аргументу х в квадрате. Это будет cos х в квадрате делить на х в квадрате. Везде, где мы видим t, мы записываем х в квадрате. И еще нам нужно умножить на производную промежуточного аргумента х в квадрате по переменной х. А производная х в квадрате по х равна 2х. Вот и все. Мы вычислили производную интегралов. Осталось только упростить это выражение. Значит, это будет минус cos х делить на х плюс… вот здесь х сокращается… 2 умножить на cos х в квадрате делить на х. Мы можем еще немного упростить. Общий знаменатель равен х. Значит, это равно 2 умножить на cos х в квадрате минус cos х. И все это делится на х. Вот и все. Надеюсь, все было понятно. До скорых встреч!